Одна из особенностей творческих специальностей в высших учебных заведениях – это наличие творческого экзамена при поступлении. Цель такого испытания – проверить знания абитуриентов по профильному направлению и оценить их уровень готовности к работе в выбранной ими сфере. Такие профильные экзамены есть при поступлении на журналистику, телевидение и, конечно же, дизайн. В нашу школу мы приглашаем детей с 7 лет, и обучение делится на три этапа. Для старшеклассников вплоть до 11 класса мы предлагаем уже более продвинутую программу, она называется «Модулор». И здесь уже предусмотрено деление на профориентационные направления и на общие развивающие направления. Те, кто выбирает профориентационные, они уже приняли для себя решение связать свою жизнь с творчеством, с дизайном, с архитектурой или с подобными профессиями, и, скорее всего, нацелены на поступление в наш институт. На подготовительных курсах будущие абитуриенты научатся грамотному построению перспективы, соблюдению пропорций, передачи объема и плавности. Все эти аспекты будут учитываться комиссией при проверке работ на творческом экзамене. Конечно, для нас очень ценен рисунок, поэтому мы предлагаем ребятам готовиться к нему. В рамках нашей школы искусств у нас есть такие модули. Это офлайн можно к нам приходить, на Кремлевской проходит занятие два раза в неделю. И у нас есть онлайн подготовка к рисунку. Мы все-таки делаем акцент на архитектурном рисунке. Поэтому здесь есть свои особенности, и разница в подготовке в художественной школе и подготовке к архитектурному рисунку, она существует. Обучение на подготовительных курсах проводится два раза в неделю в вечернее время. С более подробной информацией о школе искусств можно ознакомиться в Инстаграме Института дизайна и пространственных искусств. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.